МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крупнейший поставщик электричества Premier Energy настаивает на новом тарифе в размере 3 лев 24 банов за киловатт-час, что на 60 банов больше действующего тарифа. Компания FENORD предлагает повысить тариф на 92 бана до 3 лев 78 банов за киловатт-час. Поставщики обосновали свои заявки увеличением закупочной цены электроэнергии у центрального поставщика компании Наргоком, а также изменением обменного курса валют. Напомню, в начале июня Национальное агентство по регулированию в энергетике утвердило повышение тарифа на электроэнергию, поставляемую компанией Premier Energy до 2 лев 64 банов и FENORD до 2 лев 86 банов за киловатт-час. Сторонники партии ШОР провели новый флешмоб у здания парламента. Их счета нас током бьют. Под таким девизом прошла нынешняя акция, на которую участники пришли с изображением чиновников, которых бьет током. Протестующие заявили, что очередное повышение цен на электроэнергию более чем на 1 лей за киловатт-час на фоне общего роста цен довело их до черты бедности и потребовали отставки действующей власти, включая главу государства. За реакцией по поводу флешмоба мы обратились в администрацию президента и к представителям правящей партии. Глава управления по связям со СМИ в аппарате президента Ирина Гатешан ответила нам, что президент не комментирует акцию. В республике Молдова каждый человек имеет право на свободу взглядов и свободу слова. Ранее глава государства Майя Сандо заявила, что государство будет уважать право граждан на мирный протест, но государственные структуры не должны допускать провокаций. Представитель парламентской фракции ПДС Адриана Влас заявила для ТВ6 следующее. Это протест, финансируемый на незаконные средства. Протест, который использует бедность и уязвимость людей, чтобы оградить Илона Шора от правосудия. Отметим ранее, премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что ей известны проблемы, с которыми сталкиваются граждане, отметив, что правительство ищет пути их решения. А именно выделяет компенсации и оказывает поддержку наиболее уязвимым категориям населения. По данным Национального бюро статистики, инфляция в Молдове в августе достигла 34%. За год продовольственные товары подорожали более чем на 38%, непродовольственные на 23%. Услуги более чем на 45%. Цена на газ увеличилась на 362%, на тепловую энергию на 92%, на электроэнергию почти на 60%. Сложная ситуация в экономике, а также рост цен, как утверждают власти страны, является следствием войны в Украине. Для оказания поддержки населению государство предоставляет пособия, материальную помощь и другие социальные выплаты. Подробнее о сегодняшней минифестации мы расскажем в следующих выпусках новостей. Депутат от Блока коммунистов и социалистов Диана Караман на сегодняшнем заседании законодательного органа призвала представителей парламентского большинства выйти к участникам протеста у здания парламента. Она предложила создать депутатские группы для обсуждения проблем с гражданами. Председатель парламента заявил прессе, что не будет разговаривать с манифестантами. По словам депутата от БКС Дианы Караман, с начала протестов ни один из представителей власти не вышел к народу. Уже 19-й день перед зданием парламента проходит акция протеста нон-стоп. У меня есть предложение, как и в предыдущих случаях, мы делегировали по одному представителю от каждой фракции, партии, давайте решим как, для того, чтобы поговорить с гражданами. Все-таки 19-й день они находятся здесь. Или предлагаю предложить им выделить представителей, для того, чтобы они пришли сюда, в парламент, и поговорили с нами. Представители парламентского большинства от ПДС оставили без комментария эту инициативу. Позднее спикер законодательного органа заявил журналистам, что не будет разговаривать с участниками протеста перед парламентом. Я говорю с настоящими протестующими, а не с протестующими, которым платят бандиты. Я им это сказал. У меня была возможность им это донести. Антипод протестов. Эти, которым платят, кормят, баюкают, поят. Назовите, как хотите. Следует отметить, что прокуратура по борьбе с коррупцией заявила о упроводимой проверке информации, согласно которой некоторые протестующие получали за это деньги. Несколько дней назад председатель партии Шор Илан Шор объявил, что тем, у кого нет возможности прийти на акции протеста, он из личных средств оплатит питание и проезд. Уличные протесты начались 18 сентября. Их участники собрались тогда перед зданиями администрации президента и парламента, чтобы выразить недовольство в связи с кризисом в стране, в котором, как они считают, виновата действующая власть. Часть манифестантов осталась перед зданием парламента, чтобы протестовать в режиме нон-стоп. Здесь были установлены палатки. В свою очередь власти объясняют сложную ситуацию в экономике, а также Росцен, следствием войны в Украине. Для поддержки населения правительство предоставляет пособия, помощь, оказывают другую социальную поддержку. Глава молдавской дипломатии Нику Папеску отдал распоряжение пригласить посла Российской Федерации в Молдове Олега Васнецова в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции. В пресс-релизе ведомства говорится, что это вызвано необходимостью ознакомить полномочного российского представителя с позицией нашей страны в связи с попыткой Российской Федерации аннексировать ряд украинских территорий. Медеи не признавала, не признает и не признает результаты так называемого плебисцита и самым решительным образом осуждает попытку нелегитимной аннексии оккупированных территорий Украины, которая противоречит всем принципам международного права. Как и в государствах-членах Европейского Союза, в Медеи подтвердили поддержку усилий Украины по восстановлению своего суверенитета и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ и призвали Россию прекратить войну в соседнем государстве. Наш телеканал попытался выяснить позицию посольства Российской Федерации в Молдове по поводу приглашения Олега Васнецова в Медеи, однако по телефонам, указанным на официальном сайте представительства, никто не ответил. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении к Российской Федерации новых территорий по итогам референдума в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне. Совет Европы осудил эти действия, назвав их незаконными. Ранее такую же позицию выразил президент Майя Санду. Киевский лидер Владимир Зеленский со своей стороны заявил, что попытка Москвы аннексировать территории на основе так называемых плебисцитов означает прекращение любых переговоров с Россией. Судебное заседание по делу Энергокома, в котором в качестве обвиняемого фигурирует бывший президент страны Игорь Дадон, вновь отложенный из-за того, что прокуратура не представила все необходимые документы. Заседание перенесено на 18 октября. Игорь Дадон заявил журналистам, что он настаивает на том, чтобы слушания проходили публично и вновь сообщил, что не считает себя виновным. По делу компании Энергоком бывшего президента обвиняют в превышении должностных полномочий в интересах организованной преступной группы. Согласно материалам дела, в 2008-2009 годах, занимая пост министра экономики и торговли, Игорь Дадон подписал распоряжение, на основании которого руководство компании Энергоком заключило контракт о закупке электроэнергии по завышенной цене. В результате государству был нанесен ущерб в размере 123 миллионов леев. Впоследствии эти средства были переведены на счета вшорных компаний. Первое заседание по делу должно было состояться в конце сентября, но было перенесено на сегодня из-за отсутствия одного из судей. Министерство обороны опровергает ложную информацию о военной технике, замеченной на въезде в Молдову через пограничный пункт Галаджу-Джулешты. В связи с распространением в некоторых социальных сетях соответствующих изображений, а также в связи с домыслами о том, что на видео румынские бронемашины, ведомство уточняет, что это техника национальной армии, которая будет задействована в многонациональных учениях в ближайшие дни. Министерство напоминает, что, как сообщило в среду в пресс-релизе, с 10 по 21 октября в учебных центрах национальной армии пройдут маневры, в которых примут участие подразделения из Молдовы, Румынии и Великобритании. По сообщению Минобороны, учения были запланированы еще в прошлом году и проходят в соответствии с планом подготовки национальной армии на 2022 год. Наши военнослужащие участвуют в этих маневрах 2009 года, подчеркивает цитируемый источник. Далее о происшествиях. 21-летний житель Сен-Жирей задержан на 72 часа по подозрению в угоне автомобиля. В информации, опубликованной сегодня полицией, не сообщается, когда именно произошел инцидент, но упоминается, что он произошел на улице Гренобля в столичном секторе Ботаника. По данным полиции, мужчина увидел в машине забытый владельцем ключи, сел за руль и выехал в город. По пути он стал участником ДТП. Позже он бросил машину и скрылся. После того, как его опознали и задержали сотрудники правоохранительных органов, мужчина признал свою вину на допросе. По информации полиции, ущерб, причиненный потерпевшим, составляет 38 тысяч шлеев. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Если его вина будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Правоохранительные органы пресекли деятельность подпольной табачной фабрики. Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с таможенной службой выявлено нелегальное предприятие, действовавшее в центральной части страны. В результате проведенных обысков изъято производственное оборудование, сырье и готовая продукция, предназначенная для вывоза за рубеж. Согласно сообщению следственных органов, задержаны трое подозреваемых, двое из которых признали свою вину. Какое уголовное наказание им грозит, пока не указывается. В настоящее время прокуроры устанавливают все обстоятельства, связанные с незаконным производством. Четверо из семи подозреваемых в том, что в ночь седьмого на восьмой сентября они напали и избили нескольких сотрудников инспектората по охране окружающей среды в лесу недалеко от Гедегич, помещены под домашний арест на 30 суток. Как сообщают в полиции, возраст подозреваемых от 30 до 35 лет. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство и грабеж». Как сообщалось ранее, во время рейда против браконьеров в окрестностях села Гедегич инспекторы по охране окружающей среды заметили автомобили и просигналили ему остановиться. Людей, находившихся в салоне, попросили предъявить документы, но те отказались и вызвали группу из примерно двух десятков вооруженных лиц. Злоумышленники сорвали с инспекторов служебные нагрудные видеокамеры и избили. Одному из пострадавших потребовалось хирургическое вмешательство. В случае, если они будут признаны виновными, подозреваемым грозит от 3 до 7 лет лишения свободы за хулиганство и от 5 до 7 лет лишения свободы за грабеж. Это все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. В студии была Олеся Кайряк. Подробнее об этих и других событиях расскажем в последующих выпусках программы. Не пропустите время новостей в 21.00 на телеканале ТВ6 и в 22.30 на Археи ТВ. Спасибо, что были с нами и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok